Мария Шавина живет в центре Самары. Говорит, что за последние годы город сильно преобразился. Появляются современные объекты архитектуры из стекла и бетона. Идти в ногу со временем это прогрессивно, считает Мария. Но забывать историю не стоит. Это касается и истории родного города. Мы ходим по старым улицам Самары, мы живем в центре. И мы не обращаем внимания на многоэтажные дома, а вот именно привлекает внимание деревянное зодчество. Убранство. Очень жаль, что многие дома теряют свою красоту. И я надеюсь, что все-таки сохранится. Старая Самара, атмосферная, любимая. Разрушить просто, сохранить очень сложно. В октябре в доме Муштакова завершается экспозиция, посвященная деревянному зодчеству. Здесь представлены уникальные самарские наличники, выставка объектов архитектуры, не сохранившихся до наших времен. По словам куратора музея-галереи Армена Рутюнова, «Заварка» – это универсальное арт-пространство, открытое для творческих людей. Музей-галерея «Заварка» – это, с одной стороны, такая довольно тематическая история, связанная с городом, с архитектурой города, с урбанистикой. Это, по сути, такой мини-музей архитектуры в Самаре, которого так не хватало много лет. С другой стороны, это такая открытая социокультурная площадка, на которой в течение вот этих десяти месяцев проводились мероприятия, никак не связанные с архитектурой. Не всегда и не все мероприятия концептуально стыкуются, но, на мой взгляд, это только обогащает пространство заварки. После фильма о деревянном зодчестве студенты третьего курса Самарского института культуры представили на суд гостей театрализованное произведение «Наш Пушкин» по мотивам произведений поэта. По словам постановщиков, выступать в доме Мштакова – это большая ответственность. Одно дело читать в сквере Пушкинском, где открытое пространство, и зритель довольно далеко и свободно располагался по периметру Пушкинского сквера. Ну, кто-то сидел прямо близко около сцены, кто-то дальше. И здесь совсем другой был посыл, совсем другой был способ общения со зрителем. А такая камерность, она предполагает и иную пристройку к зрителю. После завершения проекта о деревянном зодчестве музей-галерея «Заварка» продолжит работу в качестве филиала музея Эльдара Рязанова. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Константин Головин. События. Светлана Кудрявцева, Галина Топилина, Константин Головин.